всем добрый день ребят добрый мороз по крайней мере у нас день у нас не идти даже лучше застыли есть некоторых местах немножечко снега ну первый день на самом деле так холодно у нас сегодня я утром вышла с вероникой в садик мысли первый день пошли в садик сколько мы посидели три дня на той неделе плюс два выходных но и плюс понедельник мы тоже вчера не были в саду вот шесть дней мы провели дома она провела такой небольшой небольшие каникулы не короче были мы с ним выше сероника и просто обалдели с утра я вру турова как холодно боже на такой не рассчитывала тем более теплой кровати поэтому сегодня я уже дело своих пуховик не курточку я ослепла и курточка уже теплый пуховик вот не знаю сколько ему лет уже да я покупала покупала точно его после переезда брянск это стопроцентно наверно дома переехали либо на следующий год вычет этого момента я не помню ребят я вот так сильно люблю мне так ним комфортно мне так в нем удобно то есть и даже часть вас надевала его почему хочешь пройду почему повелилась вообще мысль по поводу покупки нового пуховика когда покупали ладику куртки что-то я рулась надо купить новый то что тебя там стати мне уже мало весь осенне это вообще же никакая не раздражает на том где-то ножи порвал в одном месте и плюс она уже и маловато ему и как это не такая как зуба на мусорку и и да вот в два дня снова дворе бегать еще пойдет пока с мальчиками футбол гонять я так думаю господи я что же себе давно давно ничего не покупала думаю надо в этом году обновить зимнюю курточку ну то есть шубу то понятно что шубы шубами а вот именно пуховичом какой-нибудь купить не знаете сейчас я достала его одевать я поняла что я не хочу ничего покупать не потому что там не у меня нет денег не потому что мне жалко денег а потому что мне в нем классно мне в нем комфортно мне в нем удобно и мне в нем тепло то есть смысл выглядит он прекрасного за все эти годы носки нафиг я и не буду даже париться и что-то искать что-то покупать и детстве конечно что я хочу но это уже наверно не сейчас это уже ближе к весне это обновить пальтишко это да пальто нужно будет а вот что касается синие пуховика даже пока париться не буду абсолютно так что у нас не солнечная прекрасная погода вчера мы день не снимали вчера мы проводили день дома я вчера не работала ну работал только вечером с вероникой вчера валялись отдыхали смотрели мультики читали книги ну и вот соответственно с нами был дома кроме ильюшки и папа они у нас труженики илья учится папа работает а мы вчера были лодыри но вечером конечно я уходила на работу какие-то пейзажи мусорки помойки боже мой о боже мой так все сейчас я вышла отправляюсь магазин не поверите зачем сергей не такой хватает поддерживать магазин сегодня игру зачем он говорит ну как год надо наличку снять дело то что он ездит на работу на маршрутке до вокзала и соответственно нужно наличка потому что карточки у нас не принимают маршрутках от у меня нет денег хоть совсем я говорю мне тоже нет денег совсем признал нужно будет владику дать но владика есть карты как бы можно кинуть на карту то есть на проезд что он ездит на автобусе сергея без вариантов я говорю нет я не пойду гру мне лень как там холодно говорю не хочу пойдешь говорю сам по пути себе и снимешь денежку в итоге я найду магазин лишь потому что мне просто катастрофически приспичило скумбрия я очень хочу ребят скумбрии вы просто не представляете я не знаю такого не бывает такое не бывает только у беременных реально но я не беременна сразу оговорюсь я посмотрел один ролик я просто представила я убил эту скумбрию я ее хочу но вот в итоге я оделась и иду в магазин конечно либо точно нужно было бы сходить потому что потому что потому что мне закончился шампунь и она раз не хватит еще может быть и не хватит не знаю сейчас зайду по пути я вообще просто хотела купить на магазине по своей работы но вчера мне было в лоб выходите я не пошла за ним даже немножко есть если есть подходящего нет то побегу вечером с работы сбегу этот магазинчик ничего успею я нет бежать я что-то не особо намеренно три секунды осталось перетягивание каната точнее перетягивание игрушки но чарли не отвлекайся на меня не отвлекайся занимайся своим делом этого не дружу больше от притягивание игрушку кто сильнее следы с кроватей чарли герда скричу надо нам хорошо тепло мягко все растрепали игрушку растрепали боже я же самая за своими руками купила господи это вот целыми днями когда он начинает играться заходит заход поиграться каждый божий день вот это и свои игрушки такие машинки мы гоняем играем ну ладно машинку ладно бог с ней а вот это вот когда пищать бесконечно может 15 20 продлевать наш господи ну где он мой мозг когда я покупал ему эту игрушку до чарли 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 ты моя молдоха так ребят а я готовлю кушать я готовлю кушать и как и спас я хочу безумно скумбрии сегодня это просто вообще на вождение сейчас они обжариваю морковку сейчас обжариваю лук посолю поперчу добавлю сюда немножечко чеснока и дальше покажу что вам буду делать у меня обжаривается лук морковка и добавила красного перчика замороженного немного и сейчас разделываю как филешка на две части сейчас все аккуратненько разделаем так все мы разделаем такие кусочки и теперь немножечко от объем подъем вот таким вот образом у нас получается ну то что выскочила лишним можно дать сюда вытащила все лишние кости и косточка ну и теперь сюда мы добавляем 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 лук да так у нас кончилось место на телефоне поэтому пришлось перевозь может я заворачиваю уже второй 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 что у нас высовывается вот туда подсовываем и ой 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 и кладем форму не вылезать сказала да кстати надо тренинг пожалуйста это я сама ладно я сама это сделаю рыбку немножко подсаливаем сразу изначально это шит эти две первые метра не забыла подсалить их я уже начала накладываться поэтому я посолю сверху даже дубль три на чем это закончила что рыбку мы подсаливаем все таки да вот на этом я и закончила огромный минус снятия на телефон то что в любой момент он может позвонить ну и у нас осталось последнее четвертое . филешки где мой супер молоток чтобы не выбирать и совсем мясо в фарш да то же время аккуратненько ну даже начинки много не получилось но это ничего то что сейчас я этой пользую другое место таким же образом ага не все а сейчас опять бы забыла бы немножечко подсаливаем это все делаем так вот опа теперь это все отправляется у нас в духовку ням вот такая кузнатища у меня получилось посмотрите как он выглядит это я беру с собой сейчас на работу венегрет вчера готовила и рыбку вот еще два штучка у меня осталось возможно Ильюшка нет ну Ильюшка скорее всего Ладик возможно съест потому что это мелкие вряд ли это будет есть но Ладик возможно вот такая вот красота и думаю на вкус абсолютно не хуже ну-у-у по масленике потекли так я говорила что я сейчас стараюсь есть ну 6 ну полсвимового максимум поэтому вот эта куста не расслабилась я когда я приходила в гости что-то зеренда прилипла вечером поужинала так обычно я вечером уже не ем вот я я в 6 полсвимовку не расслабилась а вечером доходу к чай пью дома ну кофе так у меня здесь что у меня здесь творится господи забыла себе тут у меня варятся макарошки на ужин деткам на ужин деткам а тут у меня куриное филе с майонезом сметаной лук и морковка и немножко чеснока так все это уже готово тоже все остались макароны и бегу за Вероникой вот сидим за столом ужинаем никак не можем поужинать это не хочу это я не буду а мясо я не буду ни причем никакое да дайте мне колбасы Вероник тебя прорывало? успокаивайся давай хватит смеяться сегодня ребят не знаю наверняка читали очень многие из вас про те статьи сейчас говорю про те посты которые пишут наши звезды что им бедным не хватает на хлеб что им садись 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 что им не хватает денежек и конечно знаете весь вечер на эту тему приходят клиенты на работу и начинается эта тема обсуждаться вот 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 и каждый приводит свой там жизненный пример жизни что там люди пашут и работают кто там ночами кто днями кто сутками реально с работы не вылезает и зарабатывает при этом копейки причем знаете это те профессии кто на что учился ну ребят кто на что учился но если бы не было там слесарей если бы не было врачей если бы не было учителей чтобы делали другие которые там у нас супер выучились кто бы их тогда учил бы они бы ходили без услуг которые предоставляют те же слесаря те же простые рабочие на заводах и так далее и так далее Вероника Илья и просто люди приводят такие называют такие суммы как бы я так же про себя думаю тут хорбатишься платишь эту ипотеку чтобы одеть накормить детей а людям пенсии 90 тысяч мало как же наши бабушки дедушки живут на 10-12 тысяч рублей господи боже мой это такая актуальная тема что я просто про нее не могла не сказать тот же Лев Лещенко там да да и другие звезды люди там зарабатывают здесь копейки там откладывают на концерты чтобы сходить а они потом в итоге там мы бедные несчастные нам хлеб не хватает зарплатить за дом не хватает думаешь боже мой вот как вообще там либо дайте нам льготу на продукты как там кто-то с ним воробей про это сказала и вообще я просто чуть не умерла от смеха честно господи ну как не стыдно как не стыдно такие вещи вообще говорить нашим звездам у тебя сегодня смешинка во рту а Вероник а? муравейкина 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 смежинка или смешинка все Вероника успокаивайся давай быстрее дай 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 время уже муравейкина до встречи до встречи до встречи Продолжение следует...